Приволжский день поля проводится уже в пятый раз. В этом году место для встречи выбрали Оренбуржия. Форум открылся буквально в чистом поле, что придало, конечно же, особый колорит. Поделиться опытом приехали 14 регионов, а вместе с ними и их главы. А поучиться у оренбургских аграриев есть чему, ведь передовые позиции в стране. Первое место в округе и второе место в России по площади башни обрабатываемой в регионе. В подтверждение тому гостям показали все лучшее, что производят и растят в области. Вот этих канадских бычков и телок привезли из сороктажского колхоза имени Калинина. Разведением гирефордской породы там занимаются с 2009 года. Прижилась. С более чем 300 голов удалось увеличить стадо до полутора тысяч. Но тем не менее колхозники хотят более ощутимой поддержки государства, для того, чтобы могли в полной мере конкурировать с привозным товаром. Поддержка от государства есть в виде дотации, но нам немножко не хватает вот этой поддержки. Почему? Потому что мы получаем от этого скота только мясо, ну то есть теленка, выращиваем, получаем привесы, чтобы как-то окупить. Молока мы от него не получаем. Вообще в Привожском федеральном округе производится четверть сельхозпродукции всей страны. Это сразу же было видно на выставке. Все регионы привезли свои товары, показывали технологию, искали рынок сбыта в тех же регионах Привожья. Поэтому на дегустацию не скупились. В части работы по растеневодству нам есть чему учиться у вас. В части животноводства в каких-то вопросах мы являемся более компетентными в каких-то Оренбургской области. Правда, наряду с этим изобилием говорили и о проблемах. Они традиционны. Засуха, закредитованность предприятий, отсутствие залоговой базы. Все вы будете просить денег. Как правило, нужны деньги. Мне, чтобы дальше идти просить деньги, несмотря на те сложности и трудности, надо Министерству финансов сказать, что мы Привожскому федеральному округу перечислили 26 миллиардов 844 миллиона 830 тысяч рублей. Михаил Викторович, Привожский федеральный округ пока освоил всего 14 миллиардов рублей. Это 52 процента. Довел до всех постравах производителей. И с этими цифрами, если идти к Минфину, просить денег еще, скажем, Михаил Викторович, у вас же на счетах территориальных управлений у вас у всех лежат деньги федеральные. Вы еще не освоили. Потому министр просил обратить внимание на эффективность работы. В дальнейшем заседание прошло за закрытыми дверями. От его результатов сельчане ждут многого. Одно точно, что для агропромышленного комплекса Привожия откроются новые перспективы. Самое главное, что нас услышали и нас поняли. И впереди предстоит большая и интересная работа во благо селения и села. Екатерина Тихоненко, Константин Воробьев. Наше время.